Здравствуйте! Ужин в ресторане. Что может быть прекраснее, когда ты вдвоем с любимым человеком сидишь за столиком, тебе приносят меню, ты заказываешь изысканное блюдо. Ну, можно же приготовить то же самое блюдо и дома и устроить ужин при свечах, сделать сюрприз любимому. Итак, сегодня мы приготовим жюлье. Он прост в исполнении, не так сложен, как кажется. Я пошагово покажу, как его приготовить. Нам потребуется филе куриной грудки, шампиньоны, любой твердый сыр, сливочное масло, половинка луковицы большой или одна маленькая луковица, немного зелени, сливки, смесь перцев, соль и столовая ложка муки. Итак, приступим. Для начала мы порежем наше филе и обжарим его. Все. Растопим сливочное масло и обжарим на нем кусочки нашего филе. Предварительно можно сразу включить духовку, чтобы она нагрелась до 200 градусов, пока обжариваем филе. В процессе обжарки мы поперчим и посолим мяской. Теперь нарежем лук. На другую сковороду, также на сливочном масле, выкладываем лук и к луку выложим шампиньоны, которые мы сейчас порежем. Итак, мы к луку выложили шампиньоны и обжарим их. Тем временем мы натерли сыр на мелкой терке. На сковородку высыпаем муку и обжариваем ее до золотистого цвета. Теперь в муку добавляем сливки и непременно помешивая, посолив и поперчив, доводим соус до готовности. Многие заменяют этот соус сметаной, но я все же советую вам сделать его самостоятельно из сливочек. Итак, приступаем к сборке нашего жульена. Берем кокотницу. Если ее нет, можно взять формочку от кекса. Либо сковороду не очень глубокую, тщательно смазываем внутренности, особенно если ребристая формочка. И слоями выкладываем наши продукты. Положили слой корочки. Теперь кладем грибы с луком. Сверху заливаем соусом. Затем присыпаем тертым сыром и убираем в духовку до образования сыра приятной румяной корочки. Мы тем временем мелко нарезали зелень. Итак, наш жульен готов. Подают его, украсив зеленью в той же кокотнице, в какой он и готовился. В следующий раз, когда пойдете в ресторан, непременно закажите жульен, чтобы сравнить, получилось у вас так же вкусно или нет. Всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале.